приехал к этому теремку мне владельцы этого теремка вручили ключи чтобы я мог беспрепятственно зайти на их территорию и войти в помещение этого теремка ну что там делать я даже сам не знаю но единственное знаю что нужно обязательно взять гвоздодер вот это я точно знаю а вот эту вагонку мне каким-то образом нужно оттуда вынимать а как вынимать я думал думал и вот что я придумал сейчас я с вами и поделюсь то есть если вагонка ну скажем вот эта вагонка она вот таким вот образом прижата мне нужно стамеской по всей длине в нижней части сколоть даже не паз получается а гребень у них вот так она установлена пазом вверх значит мне вот этот гребень то есть гребень его сколоть вот здесь вот сколоть и таким вот образом я спокойно потом буду ее вынимать ну вроде понятно как это получится даже не знаю но вагонка длинная без какого-либо стыка вот как получается ну попробую ну мне это нужно снять для того чтобы увидеть за этой вагонкой вот такие вот стойки это вот мне обязательно нужно а также и дует холодный воздух найти причину вот этого свежего воздуха который отсюда поступает в это помещение первого этажа этого теремка и устранить этот свежий поддув воздуха с одной стороны вот таким вот образом сколол вот представляете и впихивал туда прямо вовнутрь и теперь беру гвоздодер а это инструмент самый важный в этой работе и можно вот смотрите если попробую о просто прекрасно ничего себе то что я и хотел даже планировал и получилось это все ну песня а не работа продолжаю вот эти скобы выдирать выдирать только с этой вагонки этой стены а там выдирал еще из пола забитые в ламинат ну там выдирать было очень-очень тяжело потому что он удерживал эту скобу этот ламинат и их столько было там много это кошмар но работу надо сделать этим я и занимаюсь все получается просто шикарно вот эта вагонка вышла из своего места потому что снизу появилось пространство и вот этот паз отпустился и помогают только таким вот образом вот смотрите раз раз и движение рукой опять вниз и классно получается осталось немножко чтобы мне продолжить дальше работать обследовал угол и сейчас я вам нарисую как этот угол здесь устроен вот смотрите на эту вагонку здесь крашено а здесь не крашено вот запомните я вот таким вот образом туда еще раз руку запихал все прощупал везде сейчас вам и расскажу как это все там получается внутри потому что мы же не видим то есть так как бы не ошибиться ага доска план вид сверху ну вроде понятно доска это стойка еще одна стойка теперь вот здесь стойка вот здесь стойка вот так со стороны улицы вагонка и с другой стороны тоже улицы вагонка вот с этой стороны вагонка вот это доска это вот эта доска ну вроде понятно я сейчас вам поближе покажу чтобы вы видели вот эта доска вот она это стойка именно в этом месте здесь стойка где-то вот здесь находится вот здесь вот это вот дальше вагонка вот здесь брусок 30 на 30 а вот эта вагонка она не забита вот в этом месте то есть если бы я буду вот так вот пихать эту вагонку то она будет вот так вот двигаться туда-сюда потому что она эта вагонка крепится глазами только вот вот здесь вот здесь она просто отходит качается ну вроде понятно вот здесь брусок установлен и гвоздем гвоздь прибит и притянул вот эту вагонку к этому бруску маленькому и все и вот здесь вот эта вагонка она вот так вот отходит ну вроде понятно то есть если вот здесь скачать дальше конечно все в пазы но все вот так вот ходит минвата находится вот здесь вот здесь вот здесь и вот здесь теперь нужно каким-то образом продолжить после строителей вот этот угол чтобы он был жесткий и чтобы можно было эту вагонку крепить и прижимать наверное вот сюда нужно вот так вот так нужно установить стойку вот таким вот образом и эта вагонка будет забиваться вот сюда и как-то этот узел нужно сделать не просто так одну стойку поставил и просто так все это чтобы узел был такой вот хороший вот что нужно сделать первый вариант был такой чтобы эту вагонку снять и плиты USB вот сюда приложить и саморезами закрепить к этим вот стойкам ну вроде понятно и наверное вот этот первый который план изначально был и нужно по этому плану и работать сам ничего придумывать не буду пусть решение принимают сами хозяева владельцы этого теремка ну вроде понятно потому что вот эта вагонка она болтается и если закрепить USB потом гипсокартон то этот угол как был так и останется изначально просто будет болтаться и все и там постоянно что-то да будет то есть холодный уличный воздух будет туда поступать то есть такую работу мы делаем и сделаем как попало это нежелательно нужно продолжить застрительную работу с этим углом минвату или стекловату не знаю что там вытащить и сделать утепление этого дома ну скажем пенопластом и этот пенопласт чтобы крепился к стойкам за счет пены ну вроде понятно ну пена во классная штука с пенопластом вот это нужно сделать потом вот эту ткань всю выбросить она не нужна эта ткань нужна для того чтобы стекловата она как бы не пылилась стерез вот эти вот щели этой вагонки потому что когда окно открываешь или дверь открываешь закрываешь то эта стекловата она все равно мелкая она как бы вылетает и чтобы ей не дышать вот эта ткань то и нужна но эта ткань по идее она и не нужна и эта стекловата или минвата она тоже не нужна ее просто я бы взял бы сжег на хорошем костре вместе с этой пленкой вот это я бы сделал вот такие дела вот здесь вот смотрите холод встречался с теплым воздухом и здесь такие вот следы как бы сказать плесени что ли это вот натуральная плесень вот это вот и вот здесь то же самое в нижней части ну ничего сделаем этот теремок еще лучше после строителей он будет намного лучше хотя здесь и так жарко даже с таким вот утеплением этого дома от холодного воздуха это минвата или стекловата не знаю что все равно здесь тепло вот врать не буду дует по полной программе но все равно тепло хотя на котле установлено 39 градусов второй этаж открыт и здесь тепло за счет того что стены деревянные потолок тоже деревянный и тепло это везде присутствует то есть везде везде вот как дальше я работать не буду остановился на этом месте приедут хайзева и будем решать решение только за ними вот чтобы работать с этой вагонкой то есть ее снимать она дойдет до подоконника и по новой нужно опять перейти вот сюда я лучше заранее здесь начинаю вытаскивать гвозди и легко вытаскивать из паза эту вагонку вот видите как легко снимается из паза вот нужно вот этот простенок разобрать и перейти вот на эту стену вагонка вот смотрите улетает на улицу через вот это окно открываем створку и туда потом будем складировать но вся вагонка без гвоздей вот высота подсела пока нет подсела около кто если вот что не но Дошел до подоконника Потому что вот эта вагонка Она цельная И уже перехожу вот сюда Предварительно вытащил гвозди И теперь вытаскиваю Вагонку из паза Стекловато здесь летает Или от минваты что-то летает в воздухе И першит в горле Ну и такое бывает И вот так постепенно Постепенно Доска отсюда удаляется И открывается вот такой вот вид Теперь опять Вынимается Если остался гвоздь Его обязательно нужно вытащить И вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И аккуратно, аккуратно вот сюда Потому что это попадает на потную руку И потом начинаешь их втирать в тело И очень-то нехорошо получается Дальше я уберу легко Если распилить эту доску И эту доску убрать Эту стекловату я легко вытащу Там, скорее всего, находятся гвозди До сих пор можно пилить Сделал пропил Еще нужно сделать пропил Возможно, произойдет какая-то усадка И зажмет вот эту вот пилку Рядом еще пропилю Смотрите, как срезал Очень интересно Теперь Теперь можно спокойно убрать эту минвату Ну, вроде понятно, как убрать эту минвату Аккуратно, без пыли Медленно Не торопясь Иначе будет труба дела Все это попадет в носоглотку И опять буду кашлять Не хочу Кашлять Теперь эта бабушка мешает мне Она вот так вот была, наверное На саморез А нет, тут не саморез Гвоздь Это хорошо Сейчас я возьму Самый наилучший инструмент Либо тот Либо этот Вот этот я возьму Он старинный Просто шикарный И в руках держится Приятно Чтобы продолжить работу Вроде понятно Отбираю подальше Не кидаю Вот таким вот образом укладываю Вон их сколько, смотрите В левой руке И в правой руке Так Беру с левой руки Наклоняю Беру с правой руки Беру с левой руки Гвозди как и гвозди Ничего страшного нету А что это за брус Интересно То есть он стоит сам по себе В него забиты гвозди Со стороны улицы Стерят в вагонку Вроде понятно Вот для чего Вот этот брус Продолжаю дальше работать С этой вагонкой Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... перемещаю в другое место открываю а что открываю сам даже не знаю и посмотрим как можно вот эту доску вытащить аккуратно складываю вот и 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 вон туда наклонить и работать с госдодером. И здесь угол такой же. Как быть? Как вытащить? Получается, вместе с доской что-то поднимается, либо брусок, либо что. Но я поднимаю доску, а доска-то либо закрученная, либо забита в какой-то брусок или какую-то доску, не знаю. И все это вместе поднимается, представляете? Вот из-за этого я и не могу. Все легко получилось. Очень хорошая. Вот эта вот доска беленькая. И здесь 33 гвоздя. То есть что-то тут очень интересно. Есть, мэй.